Мария, начать этот разговор, наверное, хочу, пожалуй, с обсуждаемой темы последних дней. Это визит Путина во Вьетнаму, в Северную Корею. Было там достаточно много знаковых моментов, как смешных, так и достаточно тревожных. Вот какое впечатление на вас произвел этот визит? Что он являл собой по форме и по сути? Как вы это видите? Ну, если коротко, то, наверное, по форме и по сути его можно назвать крысиными бегами. Я думаю, что это крысиные бега, причем уже органического характера, хотя, безусловно, согласны с вами, что они могут тоже принести много неприятностей, несмотря на всю комичность, как формы, так и содержания. Значит, давайте, наверное, начнем по порядку с визита в Северную Корею в таком случае. Ну, дело в том, что даже советский режим как бы гнушался туда наведываться. Я имею в виду советские вот эти бонзы, секретари и так далее. Они не жаловали своим присутствием эту своеобразную территорию, потому что даже для них это было, скорее, именно рицательное. И вот представьте себе, что Путин не просто превзошел, так сказать, их во всеядности, но еще и съездил туда дважды, потому что это его второй визит, первый состоялся в 2000-е годы. Когда он со Сон встречался, да, Ким Чен Ина? Вот именно. Дело в том, что там власть последовательно узурпировалась, и там это уже третий по счету Ким. Но дело в том, что этому последнему Киму досталась вот какая досталась территория. То есть это уже было все сформировано. И да, безусловно, это абсолютно отвратительно. Чудовищный режим, который уже, наверное, не третье, а четвертое поколение зомбирует. То есть Орвал, наверное, отдыхает. Вы сами сами понимаете, что там происходит. И это, конечно, было чудовищно недальновидно со стороны западных стран в того периода вообще согласиться на создание подобной территории хоть в каком-то виде. То есть вообще в принципе допустить это. Я понимаю, что это какие-то всегда в итоге компромиссные решения. Но вот этот компромисс чудовищный совершенно привел к тому, что это какая-то точка, понимаете, бифуркации образовалась. То есть не представляется вообще никакого движения такого, которое могло бы привести к санации, я бы так уже сказала, потому что о демократическом пути развития это смешно говорить. То есть это люди, которые находятся там за колючей проволокой. По сути это большая, огромная психиатрическая клиника. В этой клинике является совершенно таким рутинным явлением выхватить кого-то из толпы, кто мало аплодировал, недостаточно радовался или, напротив, недостаточно экзальтированно рыдал при каком-нибудь сентиментальном пассаже их вождя. Поэтому это, конечно, ну как, концентрационный лагерь, но именно что внутри психиатрической лечебницы. Вот, поэтому туда не ездили советские. И, собственно, режим этот создавался долго, нудно, из попустительства, наверное, так правильно сказать, изначального. Ну вот есть что есть, и ему, этому Киму, это досталось уже в том виде, в каком досталось. Напротив, Путину досталась страна, которую он последовательно узурпировал, все-таки совершенно с другими намерениями, с другими чаяниями и другими в тот момент, как казалось, перспективами. То есть это все-таки вот Ельцин, который, ну, будучи, конечно же, таким махровым номенклатурщиком, все-таки он имел риторику довольно прозападную. Россия последовательно после ужаса Советского Союза стала вступать во всякие международные организации и все такое прочее. Вот, в общем, шло какое-то движение, но никто, наверное, себе представить не мог, насколько коротким будет этот миг, пока она якобы поменяла вектор. То есть с какой скоростью нынешняя Россия не то, что даже, понимаете, как они себе заявляют, что они там видят в этом чудовищном прошлом советском, какие-то там отыскивают для себя какие-то там интересные, привлекательные страницы. Но так дело в том, что они по мере идиотизма уже превзошли этот Совок. Вот в чем все дело. То есть даже для Совка подобное путешествие какого-нибудь с генсеком было немыслимым, а этот поехал, он велся съездить дважды. Значит, первый его визит, конечно, сильно отличался, потому что тогда он еще на волне вот тех же перемен, о которых я говорила. Пускай даже эти перемены были только в фантазии продемократических сил, но тем не менее он тогда, видимо, пытался предложить себя в качестве переговорщика между мостиком такого, то есть ему в наследство как бы от советского режима достались доверительные отношения как бы вот с этими вот изгоями. И вот он решил продемонстрировать свою готовность как-то попытаться, во всяком случае, приблизить или наладить какие-то первые ласточки, которые бы поспособствовали нормализации того, что там происходит. Это Северная Корея. Конечно, всем страшно, потому что живой щит в виде этих граждан – это еще полбеды. Главное, что там в середине находится ядерное оружие, которое охраняет фактически вот существующий этот режим. Ну, понимаете, если для нынешнего режима северокорейского фактически вот это вот пребывание у власти является какой-то гарантией собственно безопасности, и все-таки иначе, я думаю, эти преступления бы все бы расследовались, причем не только нынешнего руководства, но и всех предыдущих лет. И это бы вышло в такой длинный процесс, от которого бы, наверное, все просто бы ахнули от ужаса. Ну вот поэтому он продолжает в этом духе, будучи сам выпускником какой-то швейцарской школы. Он, наверное, отдает себе отчет, что происходит все-таки, может, не в полной мере, но тем не менее, с вот этой вот узурпированной территорией. Но для него это залог пребывания не только у власти, но и при жизни. То про упыря Путина ничего подобного сказать нельзя, по той причине, что у него не было никаких вот этих, знаете, исходных данных, отягчающих обстоятельств. Напротив, декларировалось развитие в сторону западного мира, его даже принимали на ранчо американские президенты, кормили стейками, заглядывали в прорези для вот этих вот пустых маньякальных глаз и пытались там разглядеть душу. То есть у него были разные этапы. Но его последовательная и стремительная деградация привела к тому, что сейчас он не просто сам маньяк, превзошедший по своему цинизму и беспринципности даже вот этого самого, как его назвать, конченый. Ну, я могу ошибаться. Вот. И таким образом, таким образом Путин, конечно, производит еще более удручающее впечатление, хотя, казалось бы, куда уже. Вот когда эти двое взгромоздились на эту трибуну после поездки на автомобиле с открытым вот этим люком. И он первый, то есть этот корейский диктатор. Южный, извините, пожалуйста, что я говорю. Нельзя говорить про них корейский, потому что это Северная Корея. Именно, а Корея, без добавок, это именно что в мире говорят Южная, а сами граждане Южной Кореи называют себя просто корейцами. А вот это как раз Северная Корея, то есть про них надо говорить Северокорейцы. Вот. Так вот, возвращаясь к этому вождю, он, несмотря на то, что о нем еще полтора года назад говорили, что, дескать, он там чуть не при смерти, в какой-то коме, полгода не было его видно, уже кто-то прочил какую-то там карьеру его сестре и так далее, ну, должна сказать, наверное, к разочарованию тех, если там еще какие-то остались, способные ждать смены, вот, хоть чего-нибудь в этой психиатрической клинике. Выглядел он достаточно бодро. Он даже, в общем, переминался с ноги на ноги, на ногу, пока ждал, чтобы нудный переводчик выговорит все с достаточным подобострастием, вот это вот бля-ди-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля, значит, и так далее. Ну, высказал там какие-то свои стандартные фразы, хотя, опять-таки, для него это достаточно крупное событие, потому что для него как же приехал вот этот вот Вот некогда вот этот авангард этого коминтерна, интернационала и прочей всякой дряни. Ну и, собственно, они обменялись, как известно, не только договором или подписями под ним. Подарками обменялись. Вот именно. Я сейчас к договору подойду. А вот подарки давайте чуть-чуть обсудим. Они все носили ритуальный характер. Я не могу понять, тролли ли они друг друга или нет. Но, во всяком случае, все это напоминало именно, что похоронное бюро. Значит, один снабдил второго надгробьем буквально с фотографией в черном обрамлении. Также бюстом, который тоже мог бы вполне, так сказать, возвышаться надгробьем. Ну, если только, конечно, рискованно, потому что бюст бы сносили, наверное, в общем-то каждую ночь. Но, тем не менее, в общем, это, значит, со стороны Северной Кореи плюс еще собаки. И машина. Собаки особой породы, которая достаточно редкая, тяжело выведенная, и им приписывают. Ну, как мы знаем, там вообще собак едят. И вот именно конкретно этой породе приписывают какие-то свойства целебного характера. Что, дескать, папашу вот этого нынешнего вождя долгое время держали благодаря тому, что он ел именно эту собачатину. При жизни, имеется в виду. Но поскольку он подарил даже не одну, а целых две собаки, видимо, анамнез путинский неутешителен, так как одной собакой он, значит, здоровье явно не поправил. И я искренне надеюсь, что и вторая ему в этом не поможет. Вот. В обратную сторону была подарена, как вы верно заметили, машина, то есть в студию автомобиль. И этот автомобиль называется «Аурус». Такое детище Чемизова, которое разваливается при первом же столкновении, самым незначительном, как это было полтора года назад, с автомобилем «Ауди». На автомобиле «Ауди» оказалось несколько поправимых царапин, а этот развалился абсолютно на мелкие какие-то там фрагменты. Ну, в этом «Аурусе», который вот развалился, должен был ехать Гундяев, но, так сказать, пирожок оказался ни с чем, и Гундяев не пострадал при этой аварии. Были разные версии того, кто это мог подстроить и зачем, включая тихие молитвы митрополита Тихона. Но тут я должна вот о чем сказать, что у этого «Ауруса» есть гораздо более ходовая или, так скажем, популярная модификация, если не сказать, единственная популярная, которая называется «Аурус Катафалк». Вот на этом вот автомобиле в свой последний путь отправился Жириновский после того, как месяц с лишним пролежал в рефрижераторе морга, и пока придумывали, кто же унаследует его, дело всей его вот этой вот, как бы ее правильно назвать, «Гран-гениольные жизни». В общем, машина, подаренная северокорейскому диктатору, она вполне возможна, тоже может, как бы это сказать, быть легко превращена в более популярный вариант при необходимости. Может быть, это тоже был своего рода намек вот в ответ на те подарки, которые приготовила Путину Северная Корея. Вот, но теперь давайте поговорим все-таки про… Я еще вот, прежде чем мы перейдем к этому соглашению, которое обсуждается, хочу с вами какой момент обсудить. Тут ряд пабликов сравнивали, как вел себя Путин во время встречи с Лукашенко и как он себя вел во время встречи, вот этих переговоров с Ким Чен Ыном. Заметили различия. Мол, в Беларуси он чувствовал себя хозяином положения, в Северной Корее об этом не скажешь. И несмотря на то, что Путин был… говорил о том, что был тронут и поражен, насколько теплый ему организовали прием, вот по его поведению этого не чувствовалось. Вы заметили что-то подобное? Что всячески Ким Чен Ын пытался продемонстрировать свое превосходство и показать, кто хозяин положения. Понимаете, уже дальше некуда. Думали, дно уже давно пробито, но снизу постучали. И теперь он присмыкается, потому что он, как я уже сказала, эти крысиные бега довели его в агонии, вот в поисках какого-то еще рывка, как ему кажется, потому что все то, что он предпринимает, совершенно очевидно душит его самого. То есть его экономика, она на грани уже, я не знаю, на ладан дышит. И, как вы понимаете, происходящее на вот этой вот московской бирже, оно, наверное, не может его не тревожить. Поэтому он в надежде, что в оставшиеся до выборов в Соединенных Штатах месяцы он каким-то парадоксальным образом сможет что-то для себя изменить. А по всему вот этому вектору и по направлению очевидно одно, что, так сказать, всем все стало окончательно ясно. Его ждет скамья подсудимых, как минимум, Гагского трибунала. Но, возможно, вполне, что с ним разделаются как-нибудь так вот, вроде как с Чаушеску или как-то еще, как с Адамом Хусейном, никто не знает. Но вопрос заключается в том, что для путинской вот этой вот верхушки, для него самого является самым таким чувствительным. Это, конечно, цены на нефть, которые по-прежнему достаточно высокие, позволяют ему, несмотря на все, что он вытворяет, все-таки как-то еще сводить какие-то вот эти экономические показатели воедино так, чтобы там по-прежнему можно было еще выплачивать какие-то кому-то зарплаты и так далее. Но если или когда в овальный кабинет вернется президент Трамп, первое, что он сделает, он об этом говорит все время, он снизит цены на нефть, и они будут торговаться не более чем 40 долларов за баррель. Это так уже было во время его первого президентства, поэтому нет никаких сомнений в том, что он этого добьется снова. И вот в этом контексте совершенно ясно, что ни у одного из диктаторов не будет ресурса на ведение преступной войны. Поэтому, исходя из того, что, ну, допустим, прогнозы разные, которые проводятся, опросы, свидетельствуют о том, что такой сценарий все более и более вероятный, разумеется, в кремлевской этой психлечебнице тоже не могут не рассматривать такой вариант. И, соответственно, они понимают, что у них не так много времени, пока вообще они получают вот эту долларовую свою прибыль, вернее так, нефтеприбыль за торговлю. Пускай их что-то уже под санкциями, пускай где-то как-то, вот сейчас, видите, с долларами стало хуже гораздо, это мы с вами уже обсудили по поводу этой валютной биржи, значит, и так далее. Пускай это все уже, уже дает о себе знать, если идет со скрипом эта телега еле катится, но все-таки еще как-то она, как-то она, потому что она как бы, знаете, с горки чуть-чуть идет, потому что хорошая конъюнктура, даже несмотря на все остальные меры. Так вот, как только конъюнктура поменяется, и эту телегу надо будет, наоборот, тянуть в гору, оно развалится просто при первом же мгновении. У них себестоимость выработки, то есть вообще производства этой нефти, она выше 35 долларов за баррель. Возможно, сейчас в условиях амортизации и того, что они не вкладывают ничего, оно становится еще выше. Таким образом, если мировая конъюнктура будет ниже 40 долларов за баррель, они встанут вообще перед неразрешимой проблемой, потому что эти производства нельзя остановить, а потом запустить еще раз. То есть если они будут остановлены, это значит, что они будут парализованы навсегда. И вот именно это, вполне возможно, ждет их буквально в ноябре 2024 года. В связи с этим он предпринимает свои органические крысиные бега в надежде, что он сможет что-то еще поменять вот до указанного периода. Значит, что тут можно сказать в связи с этим? Ну, конечно, есть некий арсенал, достаточно внушительный, еще с советских времен там накопленный. И кроме того, Северная Корея своих вот этих рабов, то есть этих узурпированных граждан, заталкивает в подземные целые города, где у них находится производство по боеприпасам, там, снарядам и всем прочим. Вот это все. То есть они постоянно клепают новое, пускай низкого качества, плюс вот то, которое им досталось с советских времен. Оно, конечно, устаревает, и никто не знает, при транспортировке взорвется оно или нет, или что с ними вообще будет. Но можно, допустим, взять предположение, что в силу количества все равно что-то будет, к большому сожалению, такого качества, которое позволит и дальше сеять это горе, этот кошмар, вот теперь уже сформировавшийся не только де-факто, но и де-юре оси зла. Значит, что тут можно сказать в связи с этим? Конечно, что-то должно быть отдано взамен. То есть вполне вероятно, что для того ядерного оружия, которое существует в Северной Корее, будут предоставлены какие-то носители, и это, конечно, не может не озадачивать по меньшей мере соседей, допустим, Японию или Корею, то есть Южную Корею, хотя я еще раз подчеркну правильно говорить Корею про Южную Корею. Ну, в общем-то, в ответ на это уже последовали какие-то высказывания по поводу того, что будут увеличены или налажены новые поставки из Кореи, из Южной Кореи в Украину. Я имею в виду, что это, конечно, такой, скажем, шаг вполне обоснованный. Я бы даже сказала, в некотором смысле этот шаг можно было бы предпринять и раньше. Но теперь вот во всяком случае об этом говорится. Это хорошо. Также можно говорить о том, что появилась информация, что теперь Белый дом позволяет вооруженным силам Украины вдоль всей границы, то есть поражать всякие российские склады на российской же территории, не только в районе границы с Харьковской областью, но и по всему периметру. То есть я не знаю, какие ограничения, есть ли они вообще по дальности, но во всяком случае сейчас это выглядит, конечно, куда адекватнее, потому что, понимаете, давным-давно пора переносить это все туда. Но думаю, что хотя пресса выдает это нам таким образом, что будто бы это решение было принято Байденом еще в конце мая, я могу предположить, что ничего подобного в конце мая и не принималось. А вот принято оно было в связи как раз с тем, что они прочитали договор, поняли, насколько это угрожающе все выглядит, что это им не нужно, что надо бы останавливать врага, между прочим, силами героических вооруженных сил Украины, то есть не посылая своих воинов, а просто предоставляя достаточное количество оружия, снимая ограничения с того, как можно или нужно этим оружием пользоваться. Поэтому, ну вот какой-то шаг мы уже увидели, вот видите, один и второй. Конечно, нужно больше делать, нужно гораздо больше делать, по той причине, что история нам продемонстрировала уже неоднократно, насколько бесполезным является попытка умиротворения маньяка или диктатора. Например, Чимберлен производил этих попыток много, и они ни к чему не привели, а вот Черчилль пошел другим путем, и, как мы знаем, человечество, цивилизация победила зло, победила нацизм. И тут надо сказать, что, наверное, если бы это решение было принято более своевременно, то есть гораздо раньше, то, наверное, этих десятков миллионов жертв бы не было, которые вынуждены были отдавать свои жизни, спасая свободу и цивилизацию. Значит, можно также из новейшей истории привести, например, Саддама Хусейна. Вот тоже в какой-то момент наконец-то как-то прозрели все и вот задушили зло. Причем, должна вам сказать, тут интересно, может, вам такую расскажу подробность, были созданы карты, игральные, и на эти карты были нанесены изображения всех преступников режима Хусейна. То есть, ну, не всех же так хорошо прям знала, допустим, американская армия в лицо нельзя сказать, в харю, в рожу. Вот, но благодаря этим картам, собственно, они их легче идентифицировали, некоторых поймали, одного даже ликвидировали, именно благодаря тому, что они узнаваемость так повышали. Вот сейчас, кстати, на Амазоне продаются карты под названием ГАГский трибунал. Представьте себе, я вам потом пришлю ссылку, значит, 54 вот эти кремлевские рожи, упырей преступников, приспешников путинского режима, его наперсников, то есть не только те, о которых очень все хорошо знают, и так, типа Соловьева какого-нибудь там, Симонян, Киселева вот этого, а также стоящий за ними кукловод Алексей Гробов, ну и другие всякие серые, скажем так, кардиналы. В общем, могу только предложить всем найти эту колоду, ознакомиться с ней, чтобы знать врага в лицо, или в рожу, харю, как уж лучше тут сказать, сформулировать. Вот, такая создана теперь колода, по аналогии с той, которая позволила во время операции «Шок и трепет» повысить эффективность американской армии. Так, значит, договор. Договор, он, со слов упыря Путина, является продолжением договора 61-го года, но я думаю, не сильно изменен, вот как-то такую ремарочку он сделал, когда это... Ну, тогда это делал Хрущев, причем, еще раз подчеркну, советские не ездили в Северную Корею, тем не менее, какой-то договор они заключили, однако, то, что сейчас изложено, оно позволяет, конечно, по-разному все трактовать и менять эти трактовки, точки зрения, то есть, Путин очень всегда любил хвастаться, несмотря на то, что он отвратительно учился, он вообще практически не учился, потому что его запихнули в ЛГУ по спортивной квоте, его такой, как это, босс, мафиозный, по фамилии Усвятцев, он занимался дзюдо, тогда бандиты вообще распределили между собой всякие единоборства, и вот Путин попал в его банду в первую очередь, и в итоге того, что долго и преданно служил в этой банде, значит, его распределили по спортивной квоте и запихнули в ЛГУ, а там он по-прежнему отстаивал на татами, но только уже честь университета, поэтому учился он, если вообще так можно сказать, что он учился, он в основном продолжал свою, собственно, ту деятельность, но тем не менее, по окончании этого университета он сам себе запудрил, так сказать, припудрил, вернее, неблаговидные отростки биографии, называя себя легистом. Он очень любит вот этим заниматься, вот этим иезуитством, то есть вот он написал, это теперь уже официально, это узаконено теперь с его точки зрения, вот это вот теперь уже с подписью, вот тут с печатью, поэтому совершенно вот оно теперь в наглую будет утверждать, что это, ну то есть его воспаленному мозгу приобретает статус какого-то законного действия. То есть вот он себе таким образом наметил путь дальнейшей вот этой деградации, ну и я думаю, что специалисты не только в области психиатрии, но и в области читания путинских намерений, я имею в виду сейчас, в первую очередь, конечно, специалисты западных стран, ну, наверное, всерьез восприняли эту угрозу, поэтому вот видите, теперь нету ограничений по поводу употребления, по поводу того, как можно использовать американское оружие, ну или почти нет, его почти уже нету, думаю, что скоро совсем не будет этих ограничений, ну и вот Корея, то есть Южная Корея, тоже, я думаю, что усилит поддержку вооруженных сил Украины, это все, конечно, шаги хорошие, но лучше было бы, если бы эти шаги делались бы превентивно, не дожидаясь, пока вот маньяки, упыри, диктаторы уже между собой до такой степени, знаете ли, распоясавшись, значит, договариваться, что не просто, так сказать, где-то под ковром или там по каким-то там защищенным каналам связи, а просто в наглую еще тиражируя эти безобразные кадры на весь мир, но в прошлый раз, когда в 2000-х годах у Путина, что же была делегация, которую он приволок с собой, но те, просто опоминая свой визг, оттуда ели ноги унесли, были шокированы, конечно, тем, как над ними надзирали, надсматривали, тем, как они были полностью под контролем, какой там кошмар, колпак, этот весь спецслужб и так далее, но в этот раз они вынуждены были кривить свою физиономию, то есть изображая хорошую мину при плохой игре, но и даже это им не помогло, потому что их еще и вышвырнули из зала, куда должен был первым делом, куда должна была вступить нога вот этого Луналикова, а они дерзнули туда пробраться первыми и даже уже разложили какие-то свои там блокнотики и ручки, после чего протокол этого вождя явился и вышвырнул вот этих всех, то есть этого унылого коня Лаврова, Мантурова там и вот всех, кто там еще был, вышвырнули обратно из зала и сказали, что пока тот не придет, они в помещение проникать не имеют права. Значит, и об этом бы, может, никто бы не узнал, если бы не трансляция, которая велась в то время уже прямая на какой-то там российский пропагандистский канал и вот это все запечатление, конечно, все это увидели. Это несколько напомнило позорные страницы пребывания Шойгу в Пекине, когда того не пустили в туалет, потому что его бейдж как-то не соответствовал цветам или чем-то еще и он не мог воспользоваться туалетом этого уровня, а Силуанов и вовсе получил бейдж другого цвета и поэтому вынужден был не в правительственном кортедже продвигаться, а в автобусах вместе, теснясь, так сказать, вместе с журналистами. Ну вот это нечто подобное тоже напомнило, причем самое забавное заключается в том, что вот этот так называемый особый путь, вот эти скрепы, вот эту всю чушь, которую они скарбливают российскому народу, с этим же совершенно, ну, если еще я вам так скажу, этому попустительству или какое-то время даже западные страны, ну, так сказать, вот эти шалости, так сказать, рассматривая сверху, ну, вот все прекрасно понимают, что начиная с Екатерины они себе приписывают и переписывают несуществующие столетия, а некоторые даже пытаются целые тысячелетия добавить там, где ничего нет, но что касается пяти тысячелетней или даже уже больше истории Китая или достаточно тоже длинной истории, вообще-то говоря, корейского народа, то есть она уходит куда-то там вглубь тысячелетий, то, в принципе, я думаю, когда они туда пытаются прийти с вот этими надутыми щеками про какой-то особый путь, богоносность, скрепы, избранность или еще что-то, то там, наверное, это вызывает просто откровенный смех. Вот, поэтому им периодически указывают на их место, то Шойгу не может воспользоваться туалетом, то Силуанов-кортежем, вот в этот раз выгнали делегацию, причем, как я уже сказала, это, в общем, первые лица ведомств, но это не помешало их выгнать оттуда в зашель, да еще и во всеуслышание. Значит, Мантуров, прибывшие туда тоже, судя по всему, будет развивать или, во всяком случае, будет пытаться в этом качестве приглянуться северокорейскому вождю. Думаю, что перспективы такие, чтобы вот создавать курорты Северной Кореи, куда, наверное, будут провинившихся отправлять взамен. Предполагаю, что они, этот рабский труд, который когда-то советская власть привлекала для пассивных, тому и всего прочего, для земледелия, для агропромышленности, советская власть вот делала такие, как это, резервации за колючей проволокой, куда сгоняли рабов из Северной Кореи и, соответственно, те возделывали это все, а вот потом уже Советский Союз Северной Кореи рассчитывался каким-то образом там взаимовыгодно, а рабы, естественно, то есть не видели от этих денег ничего. Ну вот я предполагаю, что путинская утилизация привела к тому, что, как ни крути, но полмиллиона в принципе до того способных к возделыванию какой-никакой агропромышленности ныне совершенно точно и уже никогда этим заниматься не будут, так как сами давно находятся внутри земли, которую возделывать уже никогда не смогут. То есть теперь ему, видимо, не хватает рабочих рук и, наверное, они пойдут по тому сценарию и будут, наверное, привлекать снова вот этой деятельности рабов из Северной Кореи. Значит, что там еще можно сказать? Ну, по поводу вооружения, по поводу того, что они какие-то взаимные обязательства теперь на себя еще взяли. Ну, пообещал самолеты Ким Ченныну, ракеты. Ну, это должно настораживать. В этом это даже не имеет смысла, понимаете, как, поскольку ломать не строить. Это разрушение, оно не требует повышенного интеллекта. Вот когда людям есть что терять, когда созданы шедевры, когда есть цивилизация, когда цивилизацию хочется беречь, то это все требует и усилий, и времени. А когда что-то хочется кому-то разрушить, понимаете, эти подвиги гирострата, то, в общем-то, для этого гораздо меньше нужно интеллекта. То есть, я имею в виду, что гирострату нужно было куда, наверное, меньше интеллекта, чем тем, кто построил тот храм. Кажется, это был Эфес, который в итоге тот умудрился сжечь. Поэтому нужно понимать всегда, что это такой процесс, который требует куда меньше интеллектуальных усилий, чем создание всего того, что они теперь пытаются разрушить. Ну и вот поэтому я думаю, что все равно нужно к этим угрозам относиться вполне серьезно. Не в смысле того, чтобы бояться этих угроз, а в смысле того, чтобы адекватно и, главное, своевременно им противостоять. В смысле того, что шаги, которые предпринимаются нынче, нужно было предпринять куда раньше. И два с половиной года мы обсуждаем, когда же, наконец, Украина получится в 16. Вот мне кажется, этот разговор тоже как-то изрядно затянулся. Хотелось бы уже увидеть результаты, причем хотелось бы увидеть эти самолеты, которые бы, наконец-то, встали на защиту неба в Украине и которые обеспечили бы хотя бы паритет, а лучше превосходство над всеми возможностями авиации Мордора. Так что я думаю, что в этом случае вот так вот в наглую, так сказать, это все обнажив, они все-таки вполне возможно разбудили необходимую бдительность со стороны западных партнеров. Я буду очень надеяться, что это послужит им определенным уроком, к чему приводит их попытка вот этой политики умиротворения, насколько это абсолютно неэффективно и не отвечает просто запрос на сегодняшнего дня. И будем надеяться, что они сделают наконец-то необходимые выводы и что у вооруженных сил Украины появится достаточно вооружения, которого, ну, естественно, более чем, да и о чем мы говорим, не только в Европе, особенно в Соединенных Штатах, более чем достаточно. И легко можно было бы это все предоставить, потому что, понимаете, уже вычисляли, какой процент. Вот, допустим, есть страны, партнеры Украины, которые тратят один процент от ВВП и кто-то даже чуть больше. Вот если бы этот самый пресловутый один процент потратили бы Соединенные Штаты, я думаю, что у журналистов Украины были бы все потребности удовлетворены. Редактор субтитров А.Семкин